Ректор Казанского университета принял участие в заседании Совета при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке. Подробнее в нашем следующем сюжете. На заседании в Казанской ратуши обсудили подготовку и проведение года науки и технологий. Рустам Миниханов отметил, что научно-инновационная сфера – важная часть экономики, без развития которой невозможно повысить конкурентоспособность страны на мировых рынках. Роль главной движущей силы в решении таких глобальных задач, как технологические модернизации производства, повышение качества товаров и услуг до мирового уровня принадлежит в том числе и высшая школа. Решат Гафуров напомнил, что широта научных разработок университетов, их успешность оцениваются через представленность в предметных рейтингах, наукометрику и финансирование фундаментальных исследований. Сегодня Казанский федеральный университет представлен в 9 предметных рейтингах «Таймс» из 11 возможных, уступая по охвату только МГУ. При этом университет является лучшим российским вузом в предметной области образования, занимая сегодня 90-ю строчку в мире. В предметных рейтингах КЮЭС только Казанский университет позиционирует себя в 10 предметных областях. При этом КФО входит в топ-75 лучших вузов мира в номинации «Нефтегазовое дело». Также вуз является единственным в России, который вошел в 2020 году в шанхайский рейтинг в направлении сельскохозяйственной науки. Ректор Казанского университета отметил, что есть еще один параметр, который оценивает продуктивность науки. Это наукометрика. В ее основе лежит количество публикаций признанных мировых журналов в базе данных «Скопус». Россия сейчас находится на девятом месте в мире. Татарстан показывает быстрые темпы наращивания научной результативности, которые превышают среднероссийский уровень. Так, в нашей республике за период с 2015 по 2019 годы количество публикаций в базе «Скопус» возросли на 62% и в 2019 году составили 5495. Динамика прироста публикаций «Скопус» в Татарстане почти на 7% выше среднероссийских значений. Надо отметить, что подавляющая доля публикаций — это статьи ученых Казанского университета. Следующий параметр — финансовый, который тесно связан с продуктивностью и востребованностью исследований. Финансирование фундаментальных разработок в стране обычно идет в основном за счет различных грантов. Далее ректор Казанского университета затронул тему разработки и трансфера технологий в различных областях. Также он сделал акцент на том, что показатели развития университетов, расположенных в Татарстане, выходят на плато. Рост будет продолжен, если университеты будут расширяться, открывать новые актуальные направления и, конечно же, будет увеличена производительность наших ученых. Для этого нужны ресурсы, новые идеи и, разумеется, кадры, способные понимать и создавать новые востребованные на рынке научные продукты. Помимо всего, укреплением университетов может стать развитие технопарка, к формированию которого университет приступил на площадке Казан-Экспо при поддержке руководства республики. Ректор Казанского университета предложил перейти на программный принцип работы. По его словам, было бы целесообразно на республиканском уровне сформировать программы развития наук по тем направлениям, которые находятся в зоне ответственности Татарстана. В частности, это вопросы, связанные с качеством жизни населения и устойчивым развитием экономики региона. Рустам Мениханов подчеркнул, что представителям высшей школы необходимо направить все свои усилия на развитие междисциплинарного взаимодействия и формирование весомого вклада в реальный сектор экономики. После обсуждения основных вопросов состоялась торжественная церемония награждения. Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники 2020 года наградили и ученых Казанского университета. Обладателями государственных наград стали директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов, заместитель директора ИМО Рафаэль Валеев, декан высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия ИМО Айрат Сидзиков, директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин, директор Инженерного института Наиль Кашапов, директор Научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Резванов и заведующий кафедрой органической химии и химического института имени Бутлерова Игорь Антипин. Энджими Небаева, Виолетта Басова, Универньюз.